Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущая, искусствовед Лиза Зиновьева. Петербург славен своими реками и каналами с парадами, фасадами дворцов и, конечно же, разводными мостами над Невой. Но есть ли у петербургцев свободные выходы к воде? Используем ли мы набережные наших прекрасных рек и каналов для прогулок и отдыха? Ответы на эти вопросы ищет проект Waterfront или водная линия. И сегодня у нас в студии продюсер и инициатор этого проекта Альбина Мотор. Альбина, привет! Привет, Лиза! Расскажи, пожалуйста, что такое Waterfront и в чем основная идея вашего проекта? Waterfront — это международный художественный исследовательский проект. У него есть русское название, как ты уже сказала, «водная линия». И вот третий год, начиная с 2017 года, мы совместно с Датским институтом культуры исследуем как раз тот самый вопрос, ту проблематику, о которой ты сказала. И на самом деле проект появился в том числе и из желания понять, насколько же мы ценим вот этот водный ресурс, доступ к воде и есть ли он как обычные горожане, жители, а не как туристы. Потому что я не петербурженка, какое-то время я приезжала сюда как турист, потом переехала и стала здесь жить и работать. И если как у туристов у меня было впечатление о городе, что это, да, это Петербург, где очень много рек, каналов. Реки, каналы, экскурсии. Да, это такой, как вот говорит художник Вера Мартынов, базовый уровень романтики, это вот такой прокатиться на лодочке обязательно. Но когда ты здесь живешь чуть дольше, есть туризм и эмиграция, чуть дольше, чем 3-5-7 дней, то сталкиваешься с суровой реальностью о том, что да, много рек, каналов, есть даже море в Петербурге. Но мы, к сожалению, у нас недостаточно, мне кажется, возможностей, мы недостаточно осознаем ценность прибрежного пространства и культуры воды, пока еще нет. Ну и это связано с объективными причинами, в том числе, что неудобно, плохо. Ну да, у нас же была инициатива по водному такси, в итоге она закрылась. Да, ну потому что оказалось, насколько мне известно, там много было разных причин, но это был как общественный транспорт запущен, но поскольку оккупировали туристы, то как общественный транспорт, это одна из причин, да, аквабусы не работали. Жалко, я так и не успела прокатиться. Я тоже не успела. Все хотела, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вы же еще проводите художественные проекты, правильно? Ну вот отличие нашего проекта от всех урбанистических смежных проектов, да, о том, что да, наш проект, он урбанистический, но главная составляющая ватерфронта – это все-таки художественная часть. И в роли исследователей в большей части у нас междисциплинарный подход, но мы фокусируемся на методе исследования, это художественный метод. Мы совместно с художниками, их языком пытаемся описывать ситуацию, и современный художник – это человек, который не отвечает на вопросы, а задает их. И вот мы, как художники, задаем вопросы себе и всем остальным участникам процесса и жителям, гостям города. Ну и зрителям, да, и местным жителям. Здорово. Я помню, что первая выставка ватерфронта прошла в 2017 году, и сейчас, вот уже спустя время, вы кроме выставки сделали еще и международный урбанистический форум. Скажи, пожалуйста, вот за два года, или, получается, за три года работы уже удалось ли поменять представление городских властей и местных жителей о том, какое должно быть прибрежное пространство? Ну, я тебя здесь немножко поправлю. Любую нашу выставку, в общем, я представляю институцию, некоммерческую организацию, институт исследований стрит-арта, и любой наш художественный проект мы всегда провождаем либо образовательной программой, либо дискуссионной. Проект ватерфронт не исключение. И в первый же год мы делали на Севкабеле, это был сентябрь 2017-го, и помимо выставки у нас была двугневная конференция, на которой мы как раз и попытались задать вопросы, а есть ли у города, в принципе, стратегии развития прибрежных пространств. Ну и дальше все понарастающе, или наоборот, мы от теории перешли, от более общих вопросов к более частным. В прошлом году, в октябре, у нас тоже была двугневная конференция в музее воды, где мы смотрели уже на такие практические кейсы, мы смотрели на конкурсы архитектурные, которые проводятся для как раз развития набережных. Но у нас международный проект, и наш международный проект, он как раз про северо-западный округ, и в первую очередь Петербург, и скандинавские страны. Ну вот к нам еще голландцы присоединились, попозже обсудим. Поэтому и наша одна из главных вообще таких целей и задач проекта, мы здесь выступаем скорее такими медиаторами процесса, диалога, выстроить вот этот вот, если мы в первый год задавались диалогом человек, вода, город, то сейчас у нас житель города, управляющий городом в лице власти, да. Далее у нас инвесторы в лице бизнеса и профессиональное сообщество в лице архитекторов и урбанистов. И мы стараемся всех вот, все эти четыре группы соединить, диалог, и в общем вот все наши форумы, все мы проводим именно с этой целью, делимся практиками международными, местными. И к моей большой, к моей радости, что тема стала на виду, на слуху, очень есть проекты, возможно они были и раньше, но мы о них не знали, но мы стараемся расширять вот это поле информации, да, информационное поле. Это здорово. Да, это здорово, и мы не ждем на самом деле быстрых результатов, потому что, ну это глупо, это такие стратегические проекты, и я думаю, что поживем, увидим. Ну здорово, когда есть миссия проекта, вот что-то менять в долгосрочной перспективе. Ну потому что мы же для себя мир создаем, тот мир, в котором нам самим хочется жить. Это правда, это очень круто, мне нравится. Давайте посмотрим картинки с фотографиями вот последней выставки и вообще примеров застройки прибрежного пространства в Петербурге и в скандинавских странах. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, на картинках мы видели и фотографии прибрежной застройки в скандинавских странах и несколько фотографий с пляжа в городе Ломоносов. И я недавно видела, что вы анонсировали проект Sea of Orange, в котором вы из центра Петербурга перемещаетесь в Ломоносов. Расскажи, пожалуйста, что это за проект Sea of Orange и почему вы выбрали именно это место? Ну пляжем это назвать пока сложно. Это такой дикий, это неформальный пляж действительно, но очень интересно, что фактически этой земли не существует. Это песчаный намыв, который, в общем-то, на всех картах обозначен как кусок залива, как море. Да, 10 лет назад всего лишь это появилось. Там должен был быть один контейнерный терминал, его проект свернули, но в результате ломоносовцы, жители Аронинбаума, облюбовали это место вот для такого летнего отдыха. И проект Sea of Orange, на самом деле, это как раз расширение проекта Waterfront, и у нас появились новые партнеры, это голландское бюро, обсерваториум, и делаем мы этот проект, если вот в общем, в целом, Waterfront, это проект совместно с Советом Министров Северных Стран и со скандинавским странами. То есть здесь к нам еще присоединился Фонд креативных индустрий Нидерландов, нас поддерживает Комитет внешних связей Петербурга, мы работаем очень плотно с разными, в общем, мы такие мостики профессионально-дружественные выстраиваем. И ломоносов появился, каким образом он появился, мы, это грант, и мы, нам очень хотелось от слов, от выставок в помещениях перейти в практические действия. И вот весь 2019 год в проекте Waterfront мы этим занимались в разных масштабах в Петербурге. А вот с голландцами партнеры наши обсерваториумы, это ребята, которые больше 25 лет занимаются плейсмейкингом, то есть занимаются дизайном общественных пространств по принципу соучаствующего проектирования. И это очень интересный опыт, который у нас пока еще только в таком зачаточном состоянии. И мы смотрели, выбирали несколько локаций, три из них было в Петербурге, и на какой-то из лекций в высшей школе экономики подошла студентка и говорит, а вы знаете, вот мой папа занимается, вот мы из города Ломоносов, и вот там есть вот такой кусок земли, он там делает фестиваль раз в год, а может быть вам интересно будет познакомиться. И мы поехали, познакомились, и мы поняли, что это лучшая локация, что там есть активные люди, и что это очень здорово выйти за пределы Петербурга, потому что Ломоносов формально относится к Петербургу, доехать на электричке час, на маршрутке полчаса. Но это очень классная возможность вытянуть, оживить место вне Петербурга, немножко на периферии, что для нас очень важно, потому что невозможно развивать только центр города. Это правда. И Ломоносов... Те сто тысяч людей, которые живут, они заслуживают. Однозначно, да. Если Петергоф, он такой раскрученный, весь ухоженный, то Ломоносов немножечко на периферии вот этого восторга. Но здесь очень важно было, что есть запрос местных жителей, есть актив. Да, круто. То есть мы не приходим, а нас пригласили. Ну что ж, здорово, Альбина, спасибо, что рассказала про проект, было очень интересно. Скажи, пожалуйста, как можно присоединиться к Waterfront или к Sea of Orange? У нас открытый проект, на самом деле. Чем больше людей, единомышленников вокруг нас, тем нам приятнее. И в середине января мы опубликуем анонс и пригласим всех желающих на этап 2020-2020 год. Это будет открытая платформа. Пожалуйста, следите за нашими соцсетями, можно будет сотрудничать. Waterfront.tools. Хорошо, запоминаем. Waterfront.tools. Ну что ж, спасибо еще раз нашим зрителям. Я напоминаю, что в студии Город Плюс была Альбина Мотор, инициатор и продюсер проекта Waterfront или водная линия, а также сооснователь Института исследования стрит-арта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова